Всем огромный привет! Делаю, девчонки, начинку для пирожков. Быстренько хочу сделать пирожки. Здесь у меня уже поджаривается лучок. Помешаю, главное, чтобы он у меня не сгорел. Он должен так до золотистого цвета поджариться. Лучка, конечно, многовато получилось. Я не рассчитала, большую луковицу взяла. Но с другой стороны он сейчас ужарится и думаю, что нормально будет. Так. Перекладываем лучок в картошку. Немножко солю. Потому что картошку я не солила. И другая. Дети здесь сидят, пазлы собирают. Вот около меня. Прямо, наверное, отсюда я и буду добавлять. Не буду я перекладывать в другую чашку. Все-таки решила я переложить. Это неудобно. Добавлю еще сливочного масла, чтобы посочнее начинка была. Вот они, мои красавцы. Я уже налепила. Получилось 18 штук у меня. Сейчас я их смажу. Здесь у меня идет желток и немножечко молока. Каждый пирожочек смажем, чтобы они красивенькие у нас были. В прошлый раз я не добавляла молоко. Смазывала просто желтком. А потом еще раз смотрела рецепт. Там, оказывается, желток с молоком идет. Ну вот этот раз сделала. Посмотрим. Вот эти, видите, поменьше. Эти уже чуть-чуть так поднялись, побольше стали. Я единственное переживаю, чтобы они у меня сейчас не раскрылись. Потому что я, мне кажется, много картофельного пюре положила. И обычно, когда с картошкой делаешь, они бывают, что они вот так вот открываются. Ну все, поставила я пирожки. Пирожки будут печься 45 минут. О чем еще, девчонки, хотела с вами поговорить? Последнее время я не так часто радую вас влогами, как хотелось бы. Вроде бы вы скажете самоизоляция. Сейчас должно быть, наоборот, больше времени. Но у меня, к сожалению, все наоборот. Потому что сейчас Артур постоянно практически дома. У него вот объект, который остался, находится в Сколково. Это вот совсем рядом. Буквально там 12-15 минут езды от нас. Он даже не ездит. Звонит просто по видеовызову ребятам. Они показывают, например, что они за день сделали. А если даже выезжает, то час буквально, и он уже дома. И вроде бы, знаете, беру с утра камеру. Хочется что-то снять. И он уже вот приехал. Он постоянно на телефоне. Он очень много разговаривает. Постоянно телефон практически бесперерывно у него звонит. И поэтому, девчонки, ну вот как-то не получается. Поэтому вы меня поймите. Мне самой, знаете, у меня рука прям тянется к камере. И вот сегодня он ушел. Я сразу поставила ее заряжать. Просто пока делала тесто. Тесто-то я вам уже показывала, как я делаю. Поэтому, как тесто сделала, сразу вот взяла камеру с вами поздороваться. Я, конечно, буду стараться, да, по мере возможности снимать чаще. Ну вот пока как-то так. Так, мы эти дни вот занимались, немножко преображали нашу прихожую. Потому что у нас там не было ни шкафа, ни какой-то там гардеробной. Одно время мы ездили в Икею. Посчитали такой нам как мини-гардеробчик. Ну что-то они нам много тогда насчитали. Где-то 36 тысяч, 35-800 где-то они нам насчитали. Мы вроде бы сначала согласились. А потом домой приехали, подумали. Ну не хотелось нам так вкладываться сюда. Тем более мы хотим другую квартиру, да, покупать. Вот. А вот эти дни сидели. Я говорю, давай хотя бы туда какую-то полочку, обувницу закажем. И вот я зашла на сайт Икея, выбрала. Так, ну давайте начнем отсюда. Единственное, я хочу сказать, у нас здесь темные такие обои. Картинка будет немножко темноватая. Плюс у нас одна лампочка здесь перегорела. В общем, заказали мы вот такую вот обувницу и вешалку. Вешалка называется Шляпница. Эта серия называется Чусик. Она идет в белом цвете. Ну это такой, знаете, не белый, а такой он больше молочный. Не кипельно-белый, в общем. И темный цвет есть такой. Темно-темно прям коричневый. Артур вообще как-то больше ему понравился коричневый. А я все-таки за светлой была, потому что у нас входная дверь, да, все-таки светлая. Плюс вот эту вот ванну, которая тоже светлая. Поэтому я его уговорила светлую. Это получается обувница скамья. Она довольно-таки, видите, широкая. Она идет 108 сантиметров, эта скамья. Есть такие поменьше. Есть, нету просто верхушки. Просто вот обычная обувница, а скамьи самой нет. Но мы хотели со скамьей удобно, да, сел. Сейчас София сюда игрушки сажает, здесь играется. И вот такая получается шляпница. Здесь, видите, вешалок не так много, вешалок 5 всего. Но меня как-то это не пугало, потому что мы вешаем здесь только верхнюю одежду. И вот ложку тоже девчонки заказала в Икее. 76 рублей стоит. Такая удобная, она большая, не наклоняешься. Прям хорошая. Сюда повесил. Вот, правда, Артур здесь вешал, видите, вот здесь вот сцарапал. Надо будет закрасить. У нас есть такой цвет краски. Надо будет достать, закрасить. И вот такую вот коробку заказала. Это у них новинка. Эко-дерево. Не помню, как она называется. 30 на 30. Там шапочки лежат, повязки для головы, которые, ну, Софейкины, Миланкины, которые они на улицу носят. Ну, пока вот так вот сложила туда. Мне очень, девчонки, нравится, потому что у нас до этого стояла вся обувь вот здесь. И когда я полы мыла, я всегда нервничала. Это мне приходится постоянно всю обувь убирать. Плюс потом обувь протирать. Это была такая, знаете, волокита. А сейчас удобно. Швабра проходит. Аккуратно помыл. Там, видите, мои бесы стоят. Мне очень прям нравится. Я довольна. И потом, знаете, уже говорю, давно бы вот так сделали. И порядок был. Ну, вот, видите, хорошая мысля приходит опосля, как говорится. Ну, зато сейчас вот очень удобно. И здесь мы поставили комод. Вот это идет корзина для белья. Я ее уберу. Просто я постирала от нее мешочек. Вот сейчас мешочек постирается. Я повешу, высохнет и уберу ее на балкон. Потому что она здесь как-то не очень смотрится. Это тоже корзиновый кейп. Покупали. Так она удобная. Она мне нравится. Здесь у нее ручки, видите, тоже есть вот такие вот. Удобно ее брать. Но здесь ей как-то не место. И получается, здесь мы поставили комод. У нас квартира небольшая, да. И место для хранения, если появляется, я только рада. Что-то буду сюда складывать. Правда, здесь еще полки пустые. Я еще тут ничего не организовывала. Я сразу заказала вот такие коробочки сюда. Здесь у нас там вешалки лежат. Здесь видите эти, как они, маски, господи. И для рук гели, спирт. Это тоже спирт. Потому что обрабатываю продукты. Или вот кто приходит, да, это тоже гель. Ну, в общем, вот так вот коробка. Тут у меня получается пусто. А, нет, здесь вот вчера Артур машинку тоже купил. Витек. Где он ее купил? А, в Зельгроссе он сказал. Потому что сейчас парикмахерские закрыты. Вот буду его постригать. И здесь у меня лежат сейчас полотенца. Но это пока просто я вчера гладила. И мне удобно было сюда сложить вот полотенце. И тут вот постельное белье. Это тоже вчера гладила, пока сюда сложила. Я, девчонки, вертикально белье не складываю. Мне не нравится. Я складываю вот так вот по старинке. Единственное, вот если вот такие маленькие полотенца или, допустим, Софикину одежду вот домашнюю, да, там штанишки, футболочки, я могу вот в коробке вертикально сложить. Но постельное полотенце я не люблю. Мне как-то неудобно. Я пробовала и вертикально складывать. Потому что вот, допустим, когда все забито, да, оно аккуратненько стоит. Когда вы начинаете это все доставать, вот это все падает. И, в общем, мне не нравится, не знаю. Я вот, мне так по старинке удобнее. Так что пока у меня вот так вот. Я еще, конечно, подумаю, что здесь будет у меня храниться. Может быть, даже я сюда свою косметику потом организую. Потому что все-таки в ванне, даже вы мне как-то писали, что Настя в ванне неправильно, что косметика лежит. Там есть тоже влажность. Поэтому, может быть, сюда переорганизую. Ну, в общем, пока не знаю. Пока так, девчонки. Сейчас мы еще ждем зеркало. Сюда я заказала зеркало. Тоже выбирала. Был вариант квадратного зеркала. 65 на 65 размер. Тоже окантовка такая белая. И круглое было зеркало. Оно уже было побольше 80 сантиметров. Тоже белое. И вот мы с Артуром думали. И все-таки остановились на круглом зеркале. Мне кажется, оно здесь будет как раз кстати. Потому что как-то перед выходом зеркало посмотрел и выходишь. Ну, вот не знаю. Завтра привезут. Артур специально шуруповерт. Ну, что, всем привет скажи. Да, всем привет. Ты куда? А у нас есть вот такая вот скамьечка. Да, вот София теперь там сидит, да? Да, можно. Кстати, она... София даже в полный рост туда помещается. Ну-ка, ляг. Мы посмотрим. Вот, видите. Получается, если скамья 108 сантиметров, значит, София немножко меньше. Все, будешь теперь здесь спать. Мама тебе постелит. Мама, я не хочу. Не хочу, говорит. Не хочешь? Кроватка будет твоя? А я бы так хотела, чтобы здесь телевизор. Телевизор. А, скажи, раскроватка и телевизор мне тогда нужен, да? Да. Ну, папе скажи, папа придет, скажи, папа, давай телевизор сюда. Здесь будет комната. Ну, в общем, вот так, девчонки. Вот эта история, конечно, меня вообще не нравится. Это вообще дырка у нас для домофона. Должен был здесь домофон. Но, опять же, видите, до конца мы не доделали. Ну, в общем, как-то так, девчонки. Вот завтра привезут зеркало. Артур тоже повесит. И будет красота. Ты что там, аккуратнее? На весы, что ли, наступила? Да. Надо весы тоже вот эти убрать, а то София их, она те первые весы мои доломала. Эти тоже доломают, поэтому надо сделать. Вот, показала вам все. А где домик-то твой? Мы здесь домик строили. А, вот, покажи. Давай покажем девочкам, какой мы домик красивый строим. Вот, видите? Домик. Это вот такие вот пазлы. Они у нас давно лежали, мы про них забыли. Это еще Света, бабуля, нам с Ташкента передавали. 3D-пазлы. Вот такой замок. Видите? Ну, мы еще не доделали. Мы кое-что здесь, кое-какие детальки сломали. Вот, и они не вставляются. Вот эти сами штучки, на которых должно держаться. Мы сломали. Не до конца получилось. Ну, надо доделать этот замок. Вон, видишь, сколько мусора. Смотри, здесь это все нужно собрать. Сколько грязи. Вот это выкинуть тоже, наверное, надо. Здесь уже деталей нет же нам нужных. Это выкинем. Вон, видишь, везде вот эти вот штучки. Вот сюда складывай все. Мама уберет потом. Вот сюда клади. Угу. Ой, упала. А то сейчас все на полу будет это валяться потом. Милана что там делает? Разговаривайся с подружкой. Подружка разговаривает. Да. Вот они, пирожочки, девчонки. Я как чувствовала, говорила вам про эту картошку. Вот видите, в некоторых пирожках вытекла сама начинка. Я вот прям знала, что так будет. Ну, ладно. А вот эти, видите, нормально. Где-то я все-таки многовато положила. Так добренько. Такие вот пирожочки получаются. Ну, вот смотрите, красота. Я картошку убрала, где вытекла. И нормально. Оставлю вам ссылку под видео на рецепт, да, вот этих вот пирожков. Я и вот такие делала. Делала и треугольные тоже формы. Пеките, делается легко прям. И вкусно действительно получается. Здесь есть солнышко, а здесь нет. Это не солнышко, зайка. Это антенна у ней такая, видишь? Да. Это одно мы нашли. А нужно найти десять отличий. Одно мы нашли. Давай следующее. Давай вместе. Вот смотри, здесь у нее есть цветочек на браслетике. А здесь цветочка нет. Значит, два уже нашли. Давай дальше. Внимательно смотри. Мам, смотри. Здесь есть бантик, а здесь нет бантика. Молодец. Три. Это резиночка, что ли, у нее такая? Нет. А, бантик, да, да, правильно ты сказала. Бантик. Три уже нашли. Давай дальше. Смотри, вот здесь вот на телефоне есть. Что это? Сердечек. А здесь нету. Четыре уже нашли. Еще шесть нам осталось. Давай дальше. А смотри, еще. Здесь есть цветочек, а здесь нету. Правильно, пять. Значит, еще пять осталось. А здесь, смотри, здесь желтые, а здесь зеленые. Да, шесть. И также здесь тоже, да, семь. Еще три нам осталось. А здесь есть желтые ботиночки. Носочки. Носочки. А здесь красненькие. Да, девять. И последнее? Это же вот это, по-моему. Какое? Вот, смотри. А, носик. 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 А здесь челненькие. Молодец, десять. Молодец, София. Умница. Вот так вот, девчонки, мы по чуть-чуть, понемножку занимаемся. Я ее не заставляю никогда. Вот хочет она заниматься, занимаемся. Если она начинает отлынивать, говорить, мам, я сейчас не хочу, или там, я устала, то, значит, закрываем книжку. Вот так иногда вечером садимся. У меня книжки всегда лежат вот в коробке там. Ну, то есть рядом всегда. Раз сели, там, я позанималась, Миланка. А так, чтобы заставлять, нет. Ну, посмотрите на нее, какая девчонка деловая, да? Нашли вчера, перебирали там игрушки ее. Нашли очки. Вы меня не узнаете, конечно же, я это. Если вы вдруг не узнаете, это она. Как тебе зовут? Ты, это кто? София. София, это такая модная, да? Да, у меня очки мои. Красотка. Вот, давайте я вам ее темненько покажу. Ну, близко так зачем ты делаешь, Зай? Они же видят. А вот банки. Да, с фиолетовым. Там у нас стройка идет за окном. Строит жилой комплекс, все работают, все работают. Мам, я хочу тебе вот так. Ну, мне они очень полезут. Вот так вот. Вот так вот. Супер. А мне вот так вот. Ну, и куда ты так пойдешь? Когда пойдет вирус, я пойду так с твоими очками на улицу. Ты так не тянешь, ты поломаешь их. И когда вирус пройдет, они у тебя просто поломаются. С ними не соскучишься, девчонки. Иногда у меня сил нет, знаете, я уже ничего не могу делать. Ну, блин, на них посмотришь. Особенно вот София, она маленькая. Как что-нибудь скажет этот ребенок сладкий, да? Хоть падай, да? Она накрасила из девчонки недавно. Она попросила. У нее есть своя косметика. И она, мам, дай мне кисточку. У нее такие аппликаторы там были. Она их, в общем, все испортила. И говорит, мам, дай мне свою кисточку. Говорит, я ей дала кисточку. Потом она говорит, мам, вот у меня тени есть, кисточка. Говорит, у меня нет помады. Дай мне тоже свою помаду. А у меня, ну, как бы светлыми я сама крашу, да? А вот яркие такие цвета у меня тоже есть. Ну, редкая. В общем, я ей дала такую яркую помаду. Вот эту, красную. Не красную, а такая малинового цвета. И вот она, девчонки, накрасилась. Я, если что, вставлю вам сюда, если не забуду видео. Вот так вот у нее эти тени вот отсюда голубые она накрасила. Губы вот так вот навела. И говорит, мам, поставь мне камеру. Я, говорит, буду видео снимать. Я ей поставила камеру, специально отошла. И вот она снимала. Деловая колбаса, да? У нее, знаете, вот у нее такая тяга к макияжу, к вещам. Например, Миланка у меня такая в детстве вообще не была. И она до сих пор, вот хоть она уже взрослая, не модница она, да, далеко. А это вот она прям, вот ей утром прическу, например, делаю, да, там хвостик. Ну, хоть что, она обязательно пойдет в зеркало посмотреть сто раз. Потом, мам, мне не нравится, я распущу, надо распустить. Видите, вот так вот она постоянно волосы откидывает. И что она одевает, она всегда смотрит. И сумку ей надо, и очки. Ну, в общем, такая, знаете, модница. Хоть три года уже. Я говорю, что с ней дальше будет, Артур, я тоже говорю. Мама, знаешь, какая мне нужна сумка? Единорожная. София, слезь с Миланы. Залезла. Липучка ко всем к нам липнет. Они, знаете, без друг друга не могут, но иногда начинают доводить друг друга. Вот вы тоже говорите иногда. Ой, дети у вас такие воспитанные. Девчонки, ой, разное бывает. Иногда ругаются на друг друга, кричат, чуть ли не дерутся. Что это такое? Это точилка. Точилка? Она ее поломала, здесь колесо скачет. А вот клей. Конечно, София поломала. Хорошо, что София есть на нее. Она была, честное слово. А то, что бы мы делали? Так все, София у нас. Она, честное слово, была. Это до Милана, да, я скажу. А вот еще вот такой вот клей в Милане. Здесь надо все распрасывать. Я буду за страничку. Здесь надо все распрасывать. Только аккуратно разукрашивай. Старайся не заходить за линии, чтобы аккуратненько было. Тебе не кажется, что собака не розовая? У нее волшебная собака, скажи, да? Может, она шею не будет разукрашивать, да? Да, она шею. Он какой-то не яркий. Ой, яркий, типа, пасовый. А и Софийка, видите, левой рукой пишет, тоже вы спрашивали, да. Она левша. И правая она. Ну, правая тоже что-то делает, но пишет она всегда левой рукой. Пишет, рисует всегда левой. Я переживала по этому поводу сначала. Ну, а потом уже как-то нормально привыкла. Ну, рисуй, потом мне покажешь, как ты красиво раскрасила. Хорошо? Вчера ходила во вкусвилл вечером, взяла себе вот такой вот скраб. У них там есть такой стенд для косметики, да, там что у них только нет. И гели для душа, и какие-то масла, и скрабы. Просто в прошлый раз я видела, они продаются на Валберес, вот эти скрабы. В общем, хорошие отзывы были о вот этих скрабах. Попробую, не знаю, 190 рублей стоит здесь у нас, сколько у нас здесь, 150 грамм. Масса не то, 150 грамм. Говорили, и аромат прям такой, читала, вернее, говорили. Читала, что и аромат хороший, и работают они хорошо. Ну, не знаю, девчонки, вот попробую, потом вам расскажу. Вообще, я сейчас часто пользуюсь скрабами. Скрабы я очень люблю. Ну, не знаю, надеюсь. Мне вот очень от Эколаб нравится, тоже апельсин и шоколад обалденный, девчонки. Вот это, наверное, мой самый любимый скраб. Но вот его не было, я на Валберес смотрела. Вообще, у них Эколаб есть фирма, но вот именно скрабов не было. Сюда тоже, девчонки, в ванну заказала новую занавесочку. Помните, я давно хотела, вам говорила. Такую белую заказала с розами. Розы такие сероватые. Ну, красивенькая такая, завтра вот придет. Повешу. Еще у меня вот эта вот сеточка оторвалась. Сегодня утром зашла, она раз и отвалилась. Тут игрушки Софикины лежат. Она постоянно с игрушками купается. Вечером посажу ее, надо будет сейчас снять. Она, видите, вот здесь разбахромилась. Надо будет как-нибудь ее пришить. Тут такая удобная вот эта вещь. Это я, когда в Сочи мы были, в Сочи покупала. Аистенок, кажется, магазин называется. Вот. Надо будет зашить. Немножко пойдем прогуляемся. Да, пойдемте. Так, ничего не трогаем. Сейчас мама салфетки достанет. Вот такие вот эти бактериальные салфетки берем. Вот так мы на палец. И нажимаем. Ждем, да? Лифт. Подъезд у нас стены, конечно. А таз? Мама, ты не знаешь, какой-нибудь дверь. Этот или этот? Этот. Ну давайте, кто за какой? Я думаю, что вот этот маленький. Ты думаешь, что большой, да? Ну давайте, кто угадал? Мама угадала. Да, мама угадала. Так, заходим, ничего не трогаем. Мама, ты будешь взять зажигалку? Сейчас хочу здесь посмотреть. Здесь я вот чай всегда покупаю. Где вот в садик София ходила. Вкусный чай у меня закончился. Не знаю, интересно, они работают или нет. Сейчас зайду, посмотрю. Вот этот магазин. Парикмахерская не работает, а хозяйственная работает. Ну-ка, подождите здесь, постойте. Вот сюда вставайте, я сейчас быстренько... Милан, смотри за ней. Нет, закрыто, оказывается, у них. У них просто такой магазинчик маленький, незаметный. Я думаю, может быть, они не закрывались. Ой, прям, смотрите, солнце в глаза светит. Что сделать? Цветочек сорвать. Пойдем вон там сорвем, там их много, дочь. Пойдем. Догоняй меня. Давай я тебя буду догонять. Мои втопили, все. Не догнать их теперь. Сейчас погода такая, самый раз, девчонки, гулять. И вот, к сожалению, этот карантин, да, не можешь от души нагуляться. Все равно, прихожу с улицы, и какое-то вот, ну, такое неволнение, да, как-то вот, ну, не от души ты погулял. Все равно, понимаешь. София, ты куда побежала? Вот, непослушная. Ну, куда ты пошла? Идем нам в эту сторону. Ты пчела, я пчела, вот. Дети танцевали под эту песню, все, она мне въелась. Да, теперь, София? Да. Ты тоже спой эту песенку? Ты пчела, я пчела, мух. Пчела, мух. А мне повезет, с тобой мне повезет, да? Да. А, Милан? Мы просто пчелы. Мы просто пчелы, да? Быш, быш, быш. На все готовы. На улице прям очень тепло. Я переживаю. София теплая куртка. Она бегает, носится, лишь бы сейчас не вспотела. Я просто у Артура спросила. Артур же только вот недавно пришел. Я говорю, Артур, нет, говорит, ветерок холодный. Я еще жилетку одевала. Говорит, ты в жилетке замерзнешь. Вот видите, так тепло. Осторожно, там машины могут ехать по сторонам. Смотрите. Идем. Нет, вы гляньте на Софию. Она все равно очки с собой, оказывается, взяла. Да. Уже солнце ушло. Нет, ей надо вот очки одеть. Люди молодцы. Бегают, спортом занимаются. Не то, что мы. Мы уже идем в сторону дома. Немножко ветерок поднялся. На улице народу сегодня, конечно, очень много. Я даже вам там не снимала. Чуть-чуть сняла. Потому что народу много гуляет. Я говорю, немножко бы люди еще в майские подержали бы. Посидели, вернее, подержали бы дома. И, возможно, мы все бы после мая вышли. Нормально стали жить. София спряталась. Можно? Что, поймали? Нашли тебя? А что кричишь-то так? Ой, Боже. Господи. Мы сейчас так уходим. Давай, выходи, вылази оттуда. Не надо. Я вообще не люблю, когда там прячутся. София, вылази. Это ты считаешь. И пойдем домой в последний раз. Не пошли мы домой. Решили немножко на скамейке еще посидеть. Вернее, я сижу. Дети вон играют. Не поймешь, то хотят они домой, то не хотят. Сейчас немножко еще поиграют. Минут 15. Потом пойдем домой. Сделаю салатик. Покушаю. Сегодня уже ничего готовить не буду. Не хочу что есть. Поедим. У меня глажка есть. Надо будет погладить. Вот я стараюсь глажку не собирать. Положи вот сюда сумку. А то потом, чем больше я собираю эту глажку, тем больше мне потом гладить неохота. А так по чуть-чуть накапливаю сразу же, вот так вечером. Покушаем. Фильм включу, что-нибудь смотреть. Быстро поглажу. И так глажка не копится. Прятки играют мои. Все, она спряталась, Милан. Я иду и стараюсь. Ищи. Все, достаточно. Всем привет, ребята. Любовь позовет меня на мой канал. Мы на канале София, цветочек. И я сегодня накрасилась вот такая вот. Мне мама дала вот такую вот кисточку. Вот такую вот помаду. И я буду сегодня, знаете, что делать? Я буду сегодня тусить. Тусить. Это очень прикольно. Прямо что я очень люблю тусить. И мы скоро будем тусить. Сейчас дома. И будем ждать. Так что, а так, внимание, разрешат космичку. И у меня вот такие вот красивые, красные. Такие прекрасные губы. Я чуть вот красила. Все, я зубки. Ну, ничего страшного. Потом почистил зубки. У меня есть шок. Я паста. Меня уже ждут на сцене. Я еще не придеваюсь. Я, то есть, я не буду сегодня тусить. Я опоздала. И вот поэтому. И меня не буду тусить. А у меня хотелось так пойти. Потому что я с вами долго разговаривала. И я буду заканчивать этот влог. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok